Привет, Филарит. Когда наши родители предложили поучаствовать в этом проекте, я первоначально немного испугался, думаю, ну как, придут ребята, студенты, разная культура, разные отношения, и на какое-то время даже пропал немного, да. Но все-таки потом, потом думаю, нет, нужно поучаствовать, необходимо принять ребят, показать все-таки, что жить в монастыре не так страшно, а наоборот, мы встречаемся в древних обителях уникальных людей, и я всегда говорю, Господь Бог дает каждому человеку свой талант. Талант художника дается не всякому. И вот самая основная задача мастера – передать красоту, которая быстро проходит. Вот Ладога, в том числе наши древние монастыри, они разные в любую погоду, они разные в любые времена года, но вы знаете, вот, наверное, уже то, что мы сейчас видим, через какое-то время будет уже уникальным кадром. Мастера приходят, мастера уходят, а их работы живут и передают нам что-то важное. Поэтому, конечно, мы очень благодарны, что Никольский древний Староладожский монастырь поучаствовал и на полотнах наших ребят отражаются уголки нашего великого достояния, потому что Ладога и все, что с ней связано – это начало государства нашего, это великие наши предки, которые спасали, любили, защищали свою землю даже до конца. Поэтому я хочу поблагодарить всех, ну и, конечно, самое главное – пожелать новых встреч, потому что мы продолжаем жить и надеяться, что завтра будет лучше, чем сегодня, преодолеем все трудности и, конечно же, люди, которые будут смотреть на эти работы, будут проникаться нашим русским духом. Спасибо и с открытием выставки. Декан факультета живописи Санкт-Петербургской академии художеств Илья Юрьевич Зорькин. Я приехал специально на полчаса раньше, прошелся по выставке, посмотрел так внимательно все работы. Для меня вот так очень личная такая даже выставка, я своими работами не принимаю участие, но я путешествовал с Константином Анатольевичем, наверное, в свои самые запоминающиеся путешествия в жизни, а сейчас с Константином Анатольевичем есть мои уже студенты.